Добрый вечер! В прямом эфире программа телемикс новости в студии Елена Карпенко. Смотрите сегодня в выпуске. 11 пострадавших, 46 дорожно-транспортных происшествий насчитали на дорогах города за неделю. Семейный рецепт мастерица из Уссурийска поделилась секретным ингредиентом для пасхального кулича. Осталось 4 дня. Стрит-арт на Суханово 45, который посвящен женщинам в Великой Отечественной, почти готов. Попали в сборную. Уссурийская команда проявила себя на фестивале по борьбе. Общественную приемную депутата Законодательного собрания края Сергея Кузьменко открыли в Новонекольске сегодня. И уже есть первые вопросы от сельчан. На месте побывал Владислав Нам. Теперь каждый житель Новонекольска сможет высказаться о наболевшем. В селе открыли общественную приемную депутата Законодательного собрания Сергея Кузьменко. Новонекольск – это для меня новая территория. Мне хотелось бы, чтобы вот это общение с жителями, с Новонекольской, а мы планируем еще подобное приемное открытие в северном микрорайоне, понять проблематику, помочь жителям найти пути решения этих проблем. Потому что не все не решаются одномоментно, не все не решаются по щелчку пальцев, но я думаю, что мы сможем выстроить хорошую коммуникацию. Она уже есть и с администрацией города, с местными жителями, и общественные приемные в этом будут нам, я надеюсь, помощниками. Уже были обговорены первые волнующие новонекольцев вопросы – освещение улиц и проблемы с водопропускной системой рядом со школой. Для Сергея Кузьменко эти темы предельно понятны и уже намечен предварительный план действий по их решениям. Мы этот вопрос берем в разработку. Я узнаю, поговорим, может быть, с главой городского округа или с должностными лицами, которые отвечают. Может быть, есть какие-то программы, которые еще не организованы. Если нет, то, по крайней мере, поймем, есть ли пути решения, какие планы у городской администрации в этой части, и когда попытаемся этот вопрос сдвинуться. По всем вопросам сельчане могут обращаться по адресу Новонекольск, улица Советская, 70. Принимать людей будут по понедельникам, средам и пятницам. Из 10 до 17.30. Владислав Нам, Игорь Антонов, Телемикс. Сотрудники полиции Уссурийска привились от коронавируса. Для этого медики специально приехали в амбулаторное отделение. Защищались от ковида всем коллективом. Подробности знает Марина Роман. Стражи порядка прививаются от коронавируса. Для массовой вакцинации коллектива ОМВД специально приехали медики с городской больницы Уссурийска. Некоторые сотрудники полиции не понаслышке знают о последствиях заболевания. Я сама лично переболела коронавирусной инфекцией, и болезнь протекала в тяжелой форме. И в моей семье родственники тоже переболели этой инфекцией. Поэтому я считаю, что прививку от коронавируса должен сделать каждый. А так как мы являемся сотрудниками полиции, и мы каждый день контактируем с людьми, мы принимаем участие в мероприятиях, касаемых города, и поэтому я считаю, что это должен сделать каждый. В отделении полиции есть своя амбулатория. Здесь и получали блюстители порядка дозу защиты от коронавируса. Привились не все. Перед тем, как отправиться в процедурный кабинет, претендентов обследует терапевт, и если есть противопоказания, например, беременность, вакцину вводить нельзя. Мы расспрашиваем наличие хронических заболеваний у молодых женщин о наличии беременности в анамнезе, измеряем сатурацию, температуру, артериальное давление, по показаниям, если у кого-то жалобы. Ну, в общем-то, все. Сейчас в округе проводится массовая бесплатная вакцинация от коронавируса. Можно записаться, обратившись в регистратуру второй поликлиники, на портале госуслуг или позвонив в информационно-справочную службу 122. Кстати, руководство полиции сами стали инициаторами прививочной кампании. На сегодняшней территории городского МВД мы организовали непосредственно прививочный пункт. Спасибо администрации города Уссурийска, городской больнице города Уссурийска, главного врача Андрея Андреевича, за полное понимание в отделениях сотрудников, которые нам осуществили проверки. Защитить себя и близких от коронавируса можно в прививочных кабинетах в 319-м, второй поликлинике с 8 утра до 3 дня и в 106-м железнодорожной больнице с 10.30 до 15.30. Марина Роман, Николай Ларченко, Телемикс. Завершается неделя. Время заняться подсчетами. Статистика госавтоинспекции. 46 дорожно-транспортных происшествий и большое количество пострадавших. В сводке 11 человек. Все подробности у Ольги Муравьевой. Начался отчет аварии этой недели с ДТП с участием 8-летнего велосипедиста. Ребенок двигался по придомовой территории, когда на него наехал автомобилист. Рулевой сразу же скрылся с места происшествия. Пострадавшему потребовалась помощь медиков. Тойота и Мазда не разъехались на улице Русской. Водитель короны не выполнил требования знака «Уступи дорогу» и выехал на нерегулируемый перекресток, где совершил столкновение с Акселой. У рулевой второго авто сотрясение мозга и множественные ушибы позвоночника. Точно такие же обстоятельства происшествий в столкновении на Маяковского. Виновник аварии на Исудзу не уступил Тойоте. Как итог пострадавший в Тойоте Аква. У мужчины ушиб грудной клетки и множественные травмы лица. Серьезное столкновение на Воровского. Рулевая Приуса направлялась в сторону Московска и выехала на встречку, где на приличной скорости ехал Филдер. В результате сильнейший удар и два раскуроченных авто. Пострадали оба водителя. С сильнейшими травмами один доставлен в больницу, второй отправлен на амбулаторное лечение. В аварии на Фрунзе сразу трое травмированных. Рулевой на Мерседесе двигался по Фрунзе в сторону Ленинградской на нерегулируемом перекрестке. Пытался проскочить. Приус на главной не успел вовремя среагировать и случился удар. У водителей и пассажиров Тойоты сотрясение мозга и множественные ушибы. Две женщины доставлены в стационар городской больницы. Две Тойоты не разъехались на Комсомольской. Рулевой Приуса нарушил правила при повороте налево. Не пропустил автомобиль на равнозначной дороге. В результате удара пострадала автомобилистка Валиони. С повреждением связок девушка доставлена в больницу. Также на этой неделе зафиксировано еще несколько наездов на людей. Двухлетняя девочка попала под автомобиль такси, который двигался задним ходом. В четверг на советской автомобилист сбил 90-летнюю бабушку. Рулевой скрылся с места происшествия. Полиция разыскивает очевидцев. Консультативный центр «Диалог» на базе детского сада номер 246 отчитался о своей работе. Объект дошкольного образования в этом году получил президентский грант на 275 тысяч рублей. Сейчас педагоги уже готовы делиться своими успехами. А родители малышей благодарностью. Центр для родителей на базе детского сада номер 246. Здесь работает ряд специалистов, которые помогают мамам и папам лучше понимать своих чат. Консультативный центр «Диалог» начал свою работу в феврале. И с каждым днем результаты все лучше. Например, мама Анастасия посещает детского психолога как в онлайне, так и лично. Скоро ее дочке нужно будет собираться в школу. И девушка пришла узнать, готов ли ребенок. Консультация была по возрастным группам. То есть как от рождения и до поступления в школу. Очень увлекательно, интересно. Вот сейчас ребенок формируется, он взрослеет, у него свой возраст. И каждому возрасту как раз приходит вот это эмоциональное настроение ребенка. Ну, а также психологическое развитие. С похожей проблемой к медику Натальи Булдаковой за консультацией обратилась мама Ирина. Ее дочери скоро в школу, нужны анализы и прививки. Врач все подскажет. И еще неприятность. Ребенок категорически отказывается от молочных продуктов, а это полезно. Нужно обращаться опять же к специалисту по питанию, роль которого выполняет Наталья Булдакова. Медик подсказывает, как наладить рацион детского питания, не потеряв при этом полезных микроэлементов. Да, центр «Диалог» очень помогает. Можно прийти на консультацию, проконсультироваться. Также онлайн-конференции проходили, которые мы просматривали. Были очень полезные и у Натальи Лениновны консультации. Вот она рассказывала ей о правильном питании, как составить меню. С родителями и их детьми здесь работает логопед. Помогает ставить речь малышам, исправлять дефекты. И дает рекомендации мамам и папам, как в домашних условиях выработать хорошее произношение звуков. Кроме того, специалисты регулярно проводят вебинары на платформе Zoom, куда могут присоединиться все желающие. Сейчас очень много детей с нарушением речи. И не у всех детей есть возможность попасть в логопедическую группу. И консультационный центр «Диалог», и специалисты все его, и учителя логопеды в том числе, мы оказываем консультационную диагностическую поддержку таким родителям, таким детям. То есть к нам могут обратиться за помощью родители, у которых детки не выговаривают какие-то звуки. Проект «Диалог» показал лучшие результаты. Педагогам удалось реализовать главную идею – построить модель социального партнерства, в котором родители дошкольников активно вовлечены в процесс воспитания. Это помогает ребенку в будущем легко находить общий язык со сверстниками и сообществом, в котором живет. Елена Карпенко, Алексей Шаповалов, Телемикс. Далее в программе рубрика «Телеконсультант». Между отцом и матерью поровну разделены права и обязанности. Как быть, если один из родителей уклоняется от ответственности? Узнаем прямо сейчас. Бывший муж совсем не выполняет родительские обязательства по воспитанию нашего совместного сына. Подскажите, есть ли законные основания и как на него воздействовать? Вопрос очень интересный, хоть и действительно нередкий. Во-первых, в ответе, наверное, мы с вами порассуждаем о моральной стороне вопроса и что урегулировано законодательством. Ну, во-первых, как вы представляете себе, можно заставить человека любить ребенка и воспитывать его. Ведь воспитание – это привитие ребенку тех жизненно необходимых качеств, которые ему пригодятся в дальнейшем. Поэтому ни моральная сторона вопроса, ни закон не содержит каких-то рычагов, которые именно заставят человека воспитывать ребенка. Это раз. Эта обязанность предусмотрена семейным законодательством. Поэтому закон содержит только ответственность, если родитель эту обязанность не соблюдает. Ответственность может быть административная, уголовная и гражданско-правовая. Административная, уголовная, например, за злостное уклонение от алиментов. Или за уклонение от исполнения решения суда, допустим, о назначении алиментов. Гражданско-правовая ответственность может быть тоже как с моральной стороны, так и с материальной. Материально, например, можно взыскать неустойку за несвоевременную уплату алиментов, либо вообще за неуплату алиментов. Достаточно жесткая эта мера 0,5% за один день просрочки. Поэтому если имеется просрочка по уплате алиментов, можно взыскивать также пеню. То есть тем самым вы наращиваете долг по оплате алиментов. И, наверное, самая жесткая мера, которая предусмотрена семейным законодательством, это лишение родительских прав. Это очень трудный и долгий судебный процесс. Он проводится с участием органов опеки и попечительства, с участием органов прокуратуры, поскольку как одна сторона несовершеннолетний ребенок, так и другая сторона родитель лишаются очень большого пласта как прав, так и обязанности в настоящий момент и в будущем, до смерти. Поэтому перед тем, как инициировать данный процесс, обратитесь обязательно к двум-трем специалистам, не поленитесь, которые вам расскажут о том, каков порядок лишения родительских прав и расскажут о последствиях, которые наступят, если лишится родитель родительских прав. Семейный рецепт мастерица из Уссурийска поделилась секретным ингредиентом для пасхального кулича. Осталось 4 дня. Стрит-арт на Суханово 45, который посвящен женщинам Великой Отечественной, почти готов. Попали в сборную, уссурийская команда проявила себя на фестивале по борьбе. Вы смотрите итоговый выпуск программы Телемикс Новости. Продолжаем. Уже в это воскресенье православные отметят самый важный христианский праздник – Пасху. По традиции в этот день на столе не обойтись без кулича. Готовую выпечку сейчас можно купить в магазине или же приготовить самим. Моя коллега Анна Клыга отправилась в гости к мастерице, которая поделилась семейным рецептом и показала, как оригинально можно украсить пасхальный хлеб. Этот рецепт достался мне от моей мамы. Она его много лет готовила и передала мне по наследству. Кулич он очень плотный, сладкий, в отличие от магазина. Магазинный он такой пористый, легкий. Ей нужно 150 грамм сливок и 150 грамм молока. Их разогреваем до 30 градусов и добавляем в дрожжи. Это опара, и она должна после этого постоять ночь, ну, либо день в холодильнике и дойти до своего нужного состояния. Добавляем 8 желтков и 250 грамм сахара. В эту сахарную яичную смесь мы уже добавляем готовую опару. Она такая воздушная, такая вся тягучая. После того, как мы смешали яичную смесь с опарой, мы добавляем муку. Наше тесто практически готово. Осталось добавить масло небольшими кусочками. Масло должно быть обязательно холодным. Наше тесто готово, и мы оставляем его отдыхать. Оно должно подняться в два раза. Здесь добавлены и дзюм, и вишня. И мы все это вымешиваем еще раз. И укладываем в корму. Кулич мы поставили в духовку и оставляем его там на 40 минут при 155 грамм. Это очень долгий процесс, который нужно пройти. И к тому же тесто дрожжевое, оно, скажем так, с характером. К нему нужно подходить с хорошим настроением, чтобы в доме был позитив, настрой положительный. Тогда все получится. Когда-то давно я уже пыталась сделать цветы. Но из крема. Ну, получалось не очень хорошо. В сентябре этого года нашла такую технику зефирную и решила попробовать. Больше не смогла оторваться. Абсолютно все продукты натуральные. Этот зефир едят мои дети. Цветы можно изобразить любые. На что фантазии хватит. Единственное, что нужно, это техника, практика и усидчивость. Стрит-арт высотой с пятиэтажку. На Суханово 45. С каждым днем все ярче видно рисунок, который задуман ко Дню Победы. С утра до вечера борется с ветром и кирпичным рельефом художник из Владивостока. Через 4 дня обещает сдать работу. В подвесную мастерскую поднялась Ирина Мигунова. У меня очень хорошие аэродинамические показатели. Поэтому меня не сдувает. Но, честно говоря, люльку пошатывает. Иногда боязно. От Катюши передаст привет всему городу Сергей Матафанов. Граффитист и художник. На 20-метровой высоте, под солнцем и сильным ветром. Оформитель проводит каждый свой день. Постепенно рисунок, который еще неделю назад был только на бумаге, становится настоящим городским арт-объектом. Внизу дежурит оргкомитет акции. Все, основные черты он отрисовал. После этого будет уже проработка деталей. Потом уже пойдет и мимика, и глаза, и все остальное. Это будет совершенно вообще другое изображение. То, что мы сейчас видим, это, грубо говоря, это просто скелет. Когда будет проработка всех остальных деталей, будет все совершенно по-другому. Когда закончим? 4-го числа, есть так точно. На окануне праздника Великой Победы, для будущих поколений, мы знаем, что нужно сохранить память о наших отцах и дедах. Мне кажется, это как не зря вовремя, как не зря лучше отражает наше наследие, нашу память. Мне кажется, это нужно продолжать. 350 баллончиков краски под домом. В люльку, конечно, все не помещаются. Поэтому Сергею периодически приходится спускаться в свой наземный склад, менять и добирать палитру. Заодно художник сверяет эскиз с общей картиной. Ты, когда подъезжаешь сюда к стене, здесь это выглядит совсем по-другому. То есть у тебя какой-то элемент, который на общем рисунке выглядит как точка, выглядит в реале как твоя голова. И приходится ориентироваться, спускаться периодически, смотреть, подниматься, где-то что-то поправлять, если это необходимо. Ну, от этого никогда не уйти. Это так работает. На кирпичной поверхности Сергей тоже работал не раз. Хотя плоская основа гораздо легче в освоении и позволяет художнику применить больше полутонов, поиграть красками. Но и на таком рельефе рисунок получится весьма достойным, заверил граффитист. Здесь кирпич достаточно с хорошей кладкой, в хорошем состоянии. Поэтому каких-то очень таких серьезных проблем я не вижу. Но от ровной поверхности в любом случае отличается. В солнечную погоду, когда солнце в зените, то есть кирпич отбрасывает такую резкую тень. Соответственно, часть рисунка, какие-то нюансные вещи, они за счет этого рельефа, они съедаются. Добавляет сложности и буйный апрельский ветер. Мало того, что шатает люльку вышки, еще и сдувает струю. Приходилось даже исправлять проделки вихря. Но на сроки сдачи проекта такие обстоятельства не повлияют. Окончание работы ждут и организаторы акции, и прохожие, и сами жильцы многоэтажки. Лично для меня этот проект даже символичный. Один из моих дедов был водителем, всю войну с первого дня провозил продукты, боеприпасы на Ленинградском фронте, блокадный Ленинград возил. А второй был артиллеристом и погиб в феврале 45-го года. Поэтому я счастлив, что на одном из моих домов данный проект нашел место и реализовался. Кроме боевой машины Катюши и девушки-фронтовика на фасаде будут написаны строки и стихотворения «Ответ Катюши» Анатолия Другашева. «Может быть, у вас лишь только утро, а у нас уж вечер настает. И солдат, играя на баяне, про Катюшу песенку поет». Вместе с горожанами ждут 4 мая Ирина Мигунова и Игорь Антонов. Телемикс. На этом у меня пока все. В студии работала Елена Карпенко, а далее вас ждут спортивные новости. Сюжеты вы также можете увидеть на нашем сайте телемикс.тв и профиле сети Инстаграм. До встречи на нашем канале. Второй раз фестиваль по вольной борьбе прошел в Уссурийске. Приехали команды из Хабаровского края, Сахалинской и Амурской областей, Еврейской автономной области и Саха-Якутии. На состязаниях встречались вольники и спортсмены из классической греко-римской борьбы. Около 300 борцов стали участниками схваток. Молодой спортсмен из Владивостока Архип Евдокимов всеми силами пробивался в призеры. Приморский борец провел схватку за бронзовую медаль. Архип положил соперника на туше, и судьи засчитали ему чистую победу. Противник в какой-то момент решил сдаться, и я его подловил и положил на туше. Приморцам сложно конкурировать с командами других регионов, которые географически ближе к центральной части страны и имеют больше соревновательной практики. Этот фестиваль помог местным борцам встретиться на ковре с призерами всероссийских и международных соревнований. Я всегда выделяю Хабаровск и Амурскую область. Там очень сильные ребята, потому что они находятся ближе уже к центру России, к Сибири. Там очень много массовых мероприятий. Они проходят каждые две недели. В отличие от наших приморцев, нам приходится выезжать. Это сложно, дорого и долго. Уссурийские борцы не прошли финальную часть состязаний, но получили бесценный опыт. И применить его смогут 14 мая. Приморская команда с ответным визитом едет на соревнования по вольной борьбе в Благовещенск. Наталья Зайцева, Николай Ларченко, Телемикс. В сборную Приморского края по кикбоксингу вошли семь уссурийских бойцов. Они отправились в Красноярск защищать честь края на первенстве и чемпионате России по кикбоксингу в дисциплине «Фуллконтакт». Из семи спортсменов трое смогли дойти до медалей. Среди женщин бронзу завоевала Ольга Шевченко, воспитанница Сергея Коваленко, федерация КУДО. И две медали первенства привезли кикбоксеры. Удивила тренера Анастасия Шевченко. 13-летняя спортсменка дебютировала на соревнованиях высокого уровня. Приятная такая неожиданность. У нас еще такой момент. Она буквально где-то последние три тренировки, три выездом, все было у нас в слезах. Там тренировки были такие прям слезы. Я говорю, Москва слезам не верит. Говорю, Вуссурист Москва слезам не верит. И эти слезы все-таки оправдались. Когда я, говорю, первый бой прошла, второй бой прошла. И когда уже в финал, ну, была, конечно, у меня надежда, что она выиграет. Анастасия провела три боя. Финальная схватка прошла с соперницей из Тувы. Противница оказалась напуристой и показывала высокий темп ведения боя. Анастасии не хватило опыта сдержать напор оппонента. Морально, потому что она, ну, била сильнее, она попадала. И когда она попадала, я уже, ну, у меня паника небольшая была, я уже немножко боялась. Дебют на российских соревнованиях был у Армана Рутюняна. Уссуриец смог завоевать бронзовую медаль. Спортсмен признался, что сложнее всего не победить соперника, а преодолеть свое волнение перед выходом в ринг. Скорее всего, морально. Все-таки соревнования очень важны, и не всегда получается с мыслями собраться. 2 мая команда кикбоксеров вылетает на первенство и чемпионат России в дисциплине «Фулл-контакт» с лоу-киком. Соревнования пройдут в Челябинске. Наталья Зайцева, Роман Адонин, Телемикс. Десятилетний Константин Шамрай на соревнованиях по плаванию «Быстрая волна», которые прошли в Уссурийске, выступал впервые. И сразу победа. Первое место завоевал юный спортсмен в своем любимом стиле. Сегодня выступал кроль на спине, самый легкий. Ну, еще легко дает брас. А батерфля и кроль на груди очень сложно. Константин представлял команду бассейна ВРД, конкуренцию которой составили еще три. Состав от «Чайки», детско-юношеской спортивной школы и мастера джима. Все соперники выступали достойно. Большая часть участников показали высокий уровень. В этом заслуга тренеров и усиленных занятий перед состязанием. Если идет подготовка к соревнования, то уже добавляем больше спортов, больше таких ускорений, дети работают. Ну, все, и к этому уже, к периоду соревнований, они более-менее готовы, показывают хорошее время. Если мы замеряли на своем бассейне, у детей было там 50 секунд их дистанции, там где-то 45, то придя на соревнования и отдохнув перед ними, они показали на секунд 5-10 время быстрее. Соревнования проходили во всех стилях плавания – вольный, на спине, брас и батерфляй. Состязания разделили на два этапа, так как желающих поучаствовать 200 человек, а в связи с ограничениями необходимо соблюдать предписание Роспотребнадзора. До пандемии формат «Быстрой волны» был другим. Раньше эти соревнования проводились только среди ребят плавательного бассейна «Чайка». Сейчас в связи с ограничениями ребят очень мало занимаются, и поэтому у нас есть приглашенные гости. Главная цель соревнований «Быстрая волна» – это выполнение массовых разрядов. Большинство участников улучшили те, что уже имелись. В целом дети выполнили 140 юношеских и 6 взрослых разрядов. Марина Роман, Роман Адонин, Телемикс. Редактор субтитров А.Семкин